Привет, меня зовут Григорий, добро пожаловать в продолжение прохождения игры Fallout 4 в режиме выживания на канале Гринеплей. В прошлой серии мы с вами зачищали вот этот вот посёлок от... ну, не посёлок, вернее, мы только подошли к этому посёлку, и на нас вышла куча супер-мутантов, отбились вроде, я так полагаю, ещё какое-то количество их остаётся внутри, и сейчас мы, наверное, этим и займёмся. И ещё я хотел бы извиниться за то, что в прошлой серии были страшные фризы и лаги в игре, это потому что я просто выкрутил настройки игры на супер-ультру какую-то вообще максимальную, и игра у меня сама работала нормально, а уже видеозаписывающая программа не справлялась с этим, поэтому на видео оказались лаги. Ну, надеюсь, теперь больше такого не будет, и вроде всё у меня работает теперь хорошо. Так, что ж, давайте тогда ещё раз я посмотрю, что здесь. Здесь вроде ничего у нас нету, да? Здесь в этой... в этом броневике, кроме силовой брони, которая здесь стоит рядом, Т-60, особо ничего нету. Кстати, может быть, где-то здесь какой-нибудь тайник ещё находится, но вроде как тоже я ничего не вижу. Так, все на борт, послушайте Нюка-Кола семейное радио. Короче говоря, мне какое-то сообщение пришло откуда-то, не пойму, кто у него прислал. Кстати, а это что здесь? Слушайте, где это я нахожусь-то вообще? А, ну правильно, это у нас эти верфи. Ну да, это верфь, всё ясно. Здесь мы были в прошлой серии. Ладно, пойдёмте посмотрим, что же в этом посёлке находится. Что там так хорошо охраняли супермутанты. Крышка-патрон. Серебряная столовая ложка. О, да, это лучше взять с собой, действительно, я тоже согласен. Здесь, по-моему, где-то ещё был кто-то. Ага, вот ещё один. Волкоствольный карабин плюс. И протектрон, которого они достаточно быстро завалили. Так, ладно, посмотрим, что здесь. Вход прямо тут. Вроде бы. Так, здесь тайников никаких нет. Кстати, нужно опасаться мин. Здесь вроде полно всяких заминированных мест. Вообще не люблю убивать, но супермутант исключение, а? Что это было? Так, подожди-ка. Это был супермутант, насколько я понимаю. А вот ещё один тут, кстати, лежит. Нельзя верить ушам. Супермутант громила. Хочу его застелсить попробовать. Только не вижу совсем. А, вот он. Да, из этого пистолетика-то его особо не прикончишь. Так, ладно, я... Ага, вот он. Сейчас моего голову ему. Да вы чё, издеваетесь? Обалдеть. Столько выстрелить и раз и промахнуться в упор. Да, я, конечно, понимаю, что там было, может быть, незначительно количество очков у меня для этого, но... Или попадания, но в любом случае, мне кажется, это перебор. Так, я пока всё буду собирать подряд. Почему? Потому что всё это я потом отдельно вынесу отсюда. Ну, мне пригодится просто всё это. Ух ты! Где-то там, вон он. Нет. Не то. Давай, вот он. Да куда ты ушёл? Ёлки-палки. Чёрт, побери-то. Уходит. Так, собака его схватила. Есть. Слушайте, ну, откуда они идут-то? Ладно, всё это я заберу, потом разберёмся с этим хламом. Ну, я её просто отдельно донесу. Так. Заплатный костюм тройка. Ладно, пойдёт всё в хлам. Надо только это где-то... Коробка сигар. Вот это, кстати, ценно. Коробка сигар неплохо продаётся. И это, конечно, всё потом... Так, подожди, здесь могут быть мины. И заодно я забираю ещё весь хлам, потому что нужно... Нужно, наверное, здесь всё убирать. Тогда будет видно, что где осталось. А, нет. Не удалось мне, так сказать, уйти за кадр, потому что здесь оказался... У нас... У нас оказался здесь сейфик. Да, вот... Не отпускает меня. Это всё дело. Так, а что тут мигнуло? А, банка. Банка, ерунда. Вешалка. Кстати, вешалка, вроде из неё стали выходит. Да, это я сейчас соберу, потом отнесу. Это не важно. Вот, тайник с крышками. Видите? Кстати, не так уж много мне и дают этих крышек, когда я их нахожу в тайниках. Но это видно из-за того, что у меня что-то не прокачено. Кстати, о прокачке. У меня же здесь уровень. Давайте посмотрим. Так. Интеллект. Да, я, кстати, вот что хотел. Знаете, что я хотел? Я хотел вот этот перк Драчун. Всего найдётся применение. Разбирая оружие, доспехи, вы можете добывать необычные компоненты, винты и алюминии медь. Ну, интересно, конечно, попробовать его. Да, пускай. Ну, в принципе, здесь всё тогда. Пойдём посмотрим. Так. У меня идея есть. Смотрите, здесь собаки какие-то, место для готовки. Сейчас я вот это вот тоже осмотрю всё. Мясо коротокрыса. Чё-то он, смотрите, торчит из земли. Так, всё это собираем. Ух ты, здесь у нас ещё один. Ещё один этот, рейдер. Так, это я всё возьму. Ещё один стимулятор, дробовик. Сейчас мы здесь что-нибудь это выкинем просто. Чтобы не таскать постоянно. Да, здесь полно их ядерной батареи. Лучше бы энергоблок бы дали бы. Но, видно, этого не дождаться. А, вот тут вот. Смотрите, хорошее местечко. Его заметно. Винт, стимулятор. Ядерный мини-заряд. Ничего себе, ракета. Так, хорошо, давайте-то вот сюда я скину. Всё ненужное. Всё отлично. Вот, другое дело. Другое дело. Пойдём посмотрим, что ещё тут есть. Так, вот в этом доме мы были. Да, вот здесь этот супер-мутант. Костя. Ну, кстати, кости тоже можно было бы взять. Чё я их оставляю-то? Да. Пойдём в этот следующий дом. О, и кукуруза тут есть. Так, кукуруза, кукуруза. А, тут початки, да, так собираются. Всё отлично. Подожди, здесь кто-то есть. Гончая. Гончая. Мутант. Э, две гончие. Так, одну завалил. Всё. Так, убрали. Ну, неплохо, неплохо. Подождите, а вот давайте с этого-то дома, что ли, начнём? Так. Да. А, с этого дома-то мы, этот дом-то мы как раз, по-моему, и зачистили, да? Да-да-да, мы его как раз уже зачистили. Тут легко запутаться. Так, это я сейчас смотрю на юг. Да, это на юг мы идём. Ещё один валяется. У нас я в Гая. Да, большущий такой посёлок-то, надо сказать. Я, конечно, просто недоволен, что я этот хлам собираю, но... Я говорю, просто проблема в том, что нет разницы, брать его или не брать. Я просто возьму всё. Так, вот, кстати, еда неплохая тут попалась. О, ланчбокс, жевательная резинка. О, подождите, какую-то там глазапись сделал, по-моему. Давайте глянем. Предмет... А, вот, глазапись Хаммера, наверное. Человек, ты заставишь машину работать? Да, теперь она записывает. Хорошо. Флаг, это молот. Человек, чинить машину, она теперь работать. Мы нашли хорошее место. Уже есть стены и вода. Один человек сделает крошечная комната под землёй. Внутри много хороших штук. Пришли ещё бойцов. Мы будем делать больше набегов. Мы давать тебе эти штуки в обмен. Так, человек, заставь теперь машину остановить запись. Человек, не время спать. Прекрати кровавить и работай машину. Ага, ладно, молот, её починить. Да, вот такая вот история. Видимо, этот гад убил человека. Но, что теперь поделать? Да, здесь такой жестокий мир. Ладно, посмотрим, что у остальных. Значит, они пришли сюда, я так понял. Эти супер-мутанты. И захватили это место. Вот в чём дело. Так, чё-то тут ничего не вижу. Интересного. А, подожди, деньги и тайник с крышками. Хорошо, довоенные деньги, сломанная лампа. Кегли всякие тут какие-то. Ладно, всё это подсоберём. Да, мне часто говорят, что я много всякого собираю, но... Делки-палки, я не понимаю, есть ли... Это нужно для того, чтобы это всё собирать. Почему это не собирать? Тем более, это выживание. Тут же должен быть. Или что, вы никогда не играли в игры с выживанием? Только этим и занимаешься там большую часть времени. Собираешь, собираешь, собираешь всё. Всё в хозяйстве пригодится. Так. Давайте глянем, что здесь. О, радио. О, потрошитель. Ничего себе, крутая штука. Легендарная. Так, возьмём это. Так, и у нас тут есть интересный момент. Бункер на заднем дворе. Давайте откроем. Ничего себе, вот это бункер. Прикольно. Так, ну что ж, тут у нас... Тут много, я смотрю, вещей всяких. Тоже всякого хламу, конечно же. Выстиренная домашняя одежда. Защитный комплект. Что это такое? Давайте посмотрим. Защитный комплект. Это, похоже, одежда какая-то. Ух ты, это скафандр. Сопротивление урона радиации тысяча. Это самый крутой, я так понимаю, да? Скафандр, который... Есть против радиации, наверное, здесь. Потому что такая защита резко. Тысяча. В общем, понятно, здесь всякий хлам, канистры. Ну, лёгкий замок. Ну, эти... Эти заразы-то, кстати, знали про то, что здесь этот бункер. Коробка сигар. Это я продам. Поэтому я так понимаю, что те, кто здесь прятался, не... Ну, скажем так, они не спаслись в этом бункере. Так, что здесь ещё есть? Плитка. Это ценный ресурс. Всякое, всякое. Так, много вещей. Ладно, плевать. О! Квантовая ядеркола. Далее. Всё, это фигня, фигня, фигня. Ничего пока интересного. Хорошо, когда можно немножко расслабиться, говоришь. По поводу. Главное, чтобы это уже никому не понадобится. Так, вот какие патроны. Что это такое там у нас? О, сейф ещё есть сложный. Так, разведывательный, компенсированный. Да, куча всего сложный. Сложный замок. Давайте его попробуем. Эх. Такое впечатление, что он действительно сложный. Yes. Ага, ну понятно. Вот патрончики, ракеты. Ничего себе, ракеты. Классно. Открыть дверь. Ах ты, ёлки. Я не хотел с тобой говорить. Уйди, психо. Блин, Бантус взял вместо психо. Что-нибудь тут есть? О. Первая помощь. Так, ну это мне всё пригодится. Так, секундочку. Ну. В чём дело? Чуть не могу поймать, где там этот... О. Вода. Вода, это классно. Кстати, да, о воде. Вы мне тут советовали в комментариях одну вещичку сделать. А именно, поставить воду на быструю кнопку. Давайте попробуем Q. И на какое-нибудь равно или типа того. Давайте вот сюда. Так, чё? А, я пить хочу. Я пить хочу, друзья. Давайте. О. Вы не испытываете жажды. И теперь мне надо съесть омлет, допустим, из яиц болотника. Вы не испытываете голода. Отлично. Вообще, конечно, интересно. Я узнал концепцию о том, что здесь надо есть до того, даже как захочешь есть. Вот, только как понять, что уже нужно есть. Ну, ладно. Конечно, датчиков по этому поводу нет. Если бы оно писало... Чё-то здесь какая-то... Какая-то пещерка. Так, ладно, сейчас попробуем. Посмотрим, чё у нас тут. Терминал Уэйна использовать. Журналы Уэйна. Мы дома. Мальчики долго плакали, наконец заснули. Прошло три дня с тех пор, как посыпались бомбы. Всё полетело к чертям. Наш директор в медтеке заранее получил предупреждение, если бы я не ввёл его в терминал... Так, если бы я не ввёл в его терминал код, который всю его переписку отправил мне, я бы сейчас сидел в ловушке со всеми остальными и изолированным зданием. Так, пришлось пешком добираться до Мэльдона, чтобы забрать ребят. Я и так... Я и так ими горжусь. Они вспомнили, чему я их учил. Майкл увёл Дэвида от учителей. Они побежали, спрятались. Как я им и говорил, в убежище не пошли. Мы вместе добрались до бункера. Как раз тот момент, когда появились самолёты. Какое-то время слушали радио, но потом... И оно. Ёлки, ну а где остаток-то текста? Что с этими терминалами не так? Друзья, что с ними не так? Поскажите, почему... Почему текстов не хватает? То всех так происходит, или я что-то не понимаю? Назад. Бонни. Карта обновлена. Бонни, прошло две недели, и мне тебя страшно не хватать. Я очень хочу добраться до больницы и попытаться тебя разыскать. Но в Бостоне я слишком опасно. И мальчишек от них я бросить не могу. Так, малыш Дэвид всё время спрашивает, когда вернётся мама. Майкл. Залон на меня смотрит, когда я говорю, что ты ещё в больнице и помогаешь людям. Когда они ложатся спать, слушаю переговоры по расы, хотя и с перебоями. Мне показался. Слышал, как говорят о боях в городе. Похоже, там творится страшное. Надеюсь, с тобой всё в порядке, милая. Соседи. Так, с бомбардировки прошло три месяца. Вчера ночью впервые выбросу из бункера. Наш план подключиться к трубе водонапорной башни сработал, но на трубу ушло больше изолента, чем я думал. Утечка была серьёзная. Лента в доме кончилась. Я попытался пробраться в дом Коба через дорогу. Он работал в строительной бригаде. Так что подумал, у него наверняка есть лента. Я был в мастерской Рона, где он когда-то работал над своим аппаратом ядеркола. Видимо, из-за далёких выстрелов и взрывов я не услышал, как он подошёл. Почувствовал только холодное дуло у себя на затылке. С днём рождения. С днём рождения, Бонни. Я не знаю, жива ли ты до сих пор, но сегодня тебе исполняется 30. И Дэвид с Майклом приготовили для тебя торт. Сначала получилось не очень, но я разрешил им открыть банку глазури. Мы с Эймсами работаем уже несколько месяцев. Лэнс и его брат возвращались семьями с отпуска из Нью-Йорка, когда посыпались бомбы. Несколько недель сюда шли, основным пешком. Они хотели возвести забор вокруг района. И после того, как Лэнс спас мне жизнь, я не смог ему отказать, чтобы основную работу провернуть ночью. Мы угнали. Но опять куска не хватает. Чё-то я вообще... как-то странно. Управление замком. Состояние замыкающего механизма открыто. Активирует замок. Активация. Деактивирует замок. Чё-то странно как-то. Что с замки-то? Запер. Ну ладно, откроем. Произвести запись. Так, извлечь. Запись... Сейчас. Голозапись... Дэвида. Мама, это Дэвид. Злые люди вернулись. Они выстрелили в мистера Лэнса, и он упал с крыши. Майкл сказал, что с ним всё в порядке, но он не шевелится. Дэвид, идём. Папа сказал, что нам нужно собирать вещи. Нет, я должен оставить маме сообщение. Чтобы она могла нас найти. Отстань. Мальчики, мы уходим прямо сейчас. Подожди, я должен взять Дженглса. Майкл, забирай брата. У нас нет времени. Они могут вернуться в любую минуту. Так, а Дженглс это... А, вот это вот, да? Он такого и не взял. Так, хорошо. Ладно, всё. Я тут уже перегружен. Вроде здесь... Только какой замок? Про какой замок речь шла речь? Ладно, я не в курсе. Я не в курсе, какой замок, поэтому... Пойдём отсюда на разгрузку, наверное. Ничего, никаких больше тайников нету. Кажись. Так, дождь всё идёт. Да, давайте скинем вещички сразу. Потому что так ходить... Так, пёс что-то нашёл. Так, а что ты нашёл? Да, я перегружен, я знаю. Вы не можете бежать. Ладно, мы сюда сложим. Да, опять всё. Да, отлично. Чё-то я там, правда, не выкинул, но в любом случае... А, наверное, у меня ещё, кстати, полно еды всякой. Так, а, наверное, они говорили, что угнали что-то. А угнали они, наверное, грузовик. Правильно? О, осколочная мина. Так, круто. Бойцовский шлем супер-мутанта. Сложный сундук. Так, открыли. Кое-какая броня даже есть. Слушайте, ну здесь... Да, можно даже и как-то переночевать, даже отдохнуть. Можно, кстати, сразу это и выкинуть. А, патрон калибра 308-то мне нужен как раз. Чё, броню с собой таскать. Свинцовая броня. Да. Чё-то у меня многовато всего. Осколочная мина. Чё-то мина вообще не убрала вес. Наверное, еды я там много прихватил. Да, наверное, всяких этих банок. Банок с едой много. Ну, вот эти вот консервированные всякие. Так, ну ладно. Дальше чего? Вот, значит, здесь у нас было подземелье. Бункер. Его мы проверили. Это у нас чё, черепа человеческие. Прожекторы. Так. А вот у нас и гончие здесь, да? Так, никаких тут мин-то хоть нету. Ворота закрыть. Так, мясо заберём. Действительно, у меня, наверное, просто очень еды много. А, вот и осколочные мины, я смотрю. Точно. Пошли отсюда поскорее. А чё? Нормально всё-таки. Уже всех практически завалили. Кстати, вот здесь есть неплохие ворота. Можно глянуть, что... Вернее, не ворота, а подъём наверх. Так, больше тут ничего не видно. Да, и пройтись сюда можно тоже посмотреть. Неплохой такой забор. Прям по периметру идёт. О, ящик с патронами. Ещё один мутант. Молот мне не нужен. Хотя, в принципе, его, наверное, можно было бы разобрать, но уж... Так, цепи супермутанта. Это чё такое ещё за цепи супермутанта? Наверное, броня какая-то, да? Сопротивление урону. Ну да, это какая-то крутая... Чё себе такой там лист... Лист, я не знаю... 5 сантиметров, наверное, стали или чё это? Какая сила должна быть, чтобы это таскать? Ладно, молот тоже заберу. Так, я куда-то в сторону ушёл отсюда. Да. А, это вход. Ну, там, где вход, мы были. Да. А вот это я проверял? Нет. Это я не проверял. От входа мы пошли вроде как налево. Сразу. Котелки. Опять Е, да? Прикольно. Котлы такие. Какие-то символы, что ли, я не знаю. Супермутантов. Так, вроде ничего нету. О, рейдер. У меня одних стимуляторов, наверное, целая куча. Уже. Проверяю на мины, мало ли. Стали надо много. У меня просто проблема в том, что в последнее время просто нет стали даже. А покупать её там за полторы тысячи, ну, знаете ли, это серьёзно. Сталь покупать. Вот обгорел журнал я брать не буду, конечно. Так. Патрон для дробовика. Ну да, чё-то тут не очень-то прям вот алкашки. Алкашки много очень. Так. Прочная рейдерская броня для правой руки. Ладно, это мне не надо. Возьму лучше сломанную лампу. Ну, чё, из брони там, наверное, одна только кожа. Зеркало. А, чё-то тоже какой-то пустоватый дом. Очень много деталей всяких вокруг. Глаз не цепляется прям вот за что-то конкретное. Приходится всё прям досконально проверять. Да ладно тебе. Обмена. Эти ещё под ноги лезут. Слушайте, ну, неплохой такой тут наборчик. Тут можно действительно хоть себя... Так, какая-то турель тут, что ли? Пищит что-то. Да, отлично. Отлично, напроверялся. Я искал эти мины, и в итоге мины меня нашли. Пытался всё-таки. Ух ты, терминал какой-то. Холодильник. Ещё сложный сейф есть. Так. Чё у нас тут радио? Отпольные весы обезвредить. Обезвредить весы. Кстати, дверь средней. Хотя, с другой стороны, есть вход вполне. Всё. Двойная дверь. Ага. Ну да. Ну это просто я... Чтобы... Тоже хоть какой-то опыт получить. Шпилька летней шорты. Фетровая шляпа. Да, один хлам так, по большому счёту. А чё обезвредить-то? Напольные... Они это типа мин, что ли? Мина из напольных весов. О, ещё один сейф. Средний. Да, чё-то прямо попадается. Ну такое, одно и то же, одно и то же. То есть вот... Я так понимаю, легендарного не дождёшься. О, граната. А, может быть, кстати, я не заметил эту мину, потому что там какая-нибудь граната такая висела в воздухе. Её не видно. А, во, смотрите, видите, ещё одна. Смотришь-то под ноги. Думаешь, где эта мина? Так, сложный сейф. Так, гологоствольный, довоенные деньги. Ракет семь штук. Опять перегруз. Я к вам пойду выкину всё это. Весь этот хлам. Э, Престон, ты прямо это... Растворился в воздухе. Пёс всё время находит... Так, а чё у нас? Пёс всё время находит мои эти закладки. А пометить это тоже нельзя. Предметы. Потому что не хочешь, например, их выкидывать. А они им постоянно мешаются. Плохо. Ну, отлично. Так, и... Чё мы там не посмотрели-то? Да, тот... Слушайте, в темноте, конечно, проблематично. Тут всё осматривать. Я, честно говоря, уже запутался. Вот этот дом, я не помню, смотрел или нет. Так, тут вроде тоже мин не видно. А, ну тут уже видно, что... Похозяйничали супермутанты. Во всё. Криогенная граната. Коробка сигар. Вот опять же, я только на этих сигарах, наверное, сумею неплохо подняться финансово. Так, здесь вроде ничего. Так, пёс чё-то нашёл. Чё-то клей, ножницы. О, сейф. Очень сложный. Да, очень сложный я не могу открыть, к сожалению. Поглядим. Поглядим. Ага, тут у нас... Вот этот как раз дядька работал, видно, да? Который собирал этот автомат ядер-колы, собственный. Так, ну да. Взряд плазмы, патроны. Лестница такая подозрительная, думаешь, ну там, наверное, какой-нибудь проход наверх. Нет, ни черта нет. Тут, кстати, всё так это... Всё так засорено везде, что на полу трудно порой что-то вообще обнаружить. Смотришь, думаешь, ну вот пропустить какой-нибудь предмет на полу вообще тут как... Нефиг делал. Ну, тайник с крышками. Удивительно, но здесь что-то ничего больше нет интересного, кажется. Да, тут я был везде. Ладно, пойдём в следующем доме посмотрим. Так, а вот тут-то что у нас? Ничего нет. Тоже ничего нет. О, патроны. Лучше, чем ничего, конечно. Вообще, неплохое место. Из него можно было бы сделать поселение вполне. Так, этот дом разрушен. Хотя здесь есть подъём наверх. Не, недалеко. Жажду нажмём. Кнопочку равно. О, отлично. Хорошо работает. Нет, явно не турель. Потому что турель бы уже дала бы о себе знать. Так, подождите, у нас есть терминал Лэнса. Открыть средний. Так, пароль. Ну что, давайте начнём справа. Гранит. Ух ты, есть, отлично. Так, журналы. Дом. Хм, на английском? Жесть. Не переведено. Так, я не могу поверить, что мы наконец-то... Вернулись домой. Были... В дороге из Коннектикута... Или в Коннектикут. Чё-то это... Бэйлтон Карс. В общем, короче, они, я так понимаю, машину, что ли, потеряли и шли пешком. Никогда не думал, что такое может быть снова в Америке. Ну, в общем, мы разговаривали с Леоном и Леон и я разговаривали насчёт плана по строительству стен вокруг, ну, вот этого соседства. Чтобы оградить всех соседей. Так, ну, нам нужно... Мы не думали, что мы сможем это сделать. Нам нужна... Джанет, чтобы следить за детьми. Да, ну, короче говоря, так, примерно, понятно, стены. В общем, мы построили... Наконец-то стены с помощью Уэйна. Так. Всё ещё не могу поверить, что... Яйцеголовый сделал это. В общем, что-то про этот бункер под землёй и то, что у него теперь есть там вода. Ладно, Леон так... Бог дал мне сил не убить моего брата. Так, Леон и я следили за... Ранее следили, прятались в зданиях, когда... Слышали грубу, проходящую мимо чё-то. Ну, короче говоря, 12 человек, вооружённых пушками и битами. Одетые в броню. Леон узнал одного из них. Когда он бежал с толпой. Ну, в общем... Да. Чё-то такое. Воспоминания просто. Ладно, ничего интересного. Управление замком. Активирует замок. А чё с замки-то? Управление прожекторами. А, это вот прожекторы, наверное, пищат. Активировать освещение. Не, пусть освещение будет, зачем? А, ошибка, ну и ладно. Так, отлично, но не знаю, чё тут отлично. Ничего интересного не дало нам. Да. Сейв мы этот скрыли точно, да? Да, всё. Пойдём посмотрим, что ещё за дома тут есть поблизости. Да, вот ещё есть дом. Так, секунду. Шпилька. Отлично. Так, может мне... Мне это не нравится, может быть, на ладони. Чёрт побери. Так, чё происходит? Так, я тут. Где тут? Да ладно тебе. Наконец-то, блин. Так, ещё, кстати, это, мне покушать надо. Так, жаль на мясо болотника. Так, не хило, конечно, но обидно. О, мина. Обалдеть. Может, ещё тут есть? Пока не видно. Слушайте, ну прикольно. Турель, конечно, неплохо тут нас покарала. Тесак. Ядерная батарея. Лазерный снайперский карабин. Так, смотрим. О, прикольно вот эти штуки разбирать, потому что на них можно действительно зарабатывать себе опыт. Стимулятор предмет удалён. Предмет удалён, а ничего не произошло. Забавно. Видимо, это просто какое-то затормозило что-то. Собрамино. Странно, они так хранят всё. Безрукий. Да, но тут что-то особо-то ничего и нет. Это просто место, где сидел один супер-мутант. Чё, темнота такая? Не видно ничего. Осколочная мина. Пойду посмотрю, что там за мин у них. Как они вот это облепливают. Удивительно. Отлично. Только я её не заметил. Да. О, по дереву можно наверх залезть. Тодиника-то нет никакого. Слушайте, здесь прям, да, можно было забраться сюда легко. На крышу и... напасть на них. Подожди, тут мина, что ли? Так, ещё одна мина. Сейчас я её попробую точно обезвредить. А, вот она. Её просто не видно. Вот тут почему-то я вообще не заметил. Слушайте, ну нормально. Вроде как всё зачистили. Ворота закрыть. Горелый комикс. Горелый комикс. Этот комикс, кстати, ничём мне не даст. В общем, да. Ну, кстати, я бы... Так, раньше ни один из этих домов не пустовал. Люди жили здесь целыми семьями, я так понимаю. О, у тебя нету этой? Опять голову оторвали тебе. Так, ну я думаю, надо поспать, потому что здесь как раз неплохое местечко для этого. Берём ядерный блок. Да, потому что в темноте прям вообще невозможно. Ой. Не можете спать, когда получаете урон от радиации. Отлично. Ну, значит, здесь мне спать не получится. Так, ну что ж, я думаю, что надо тогда... Надо тогда выбираться отсюда, наверное. Особо тут делать больше нечего. Так, подожди, а это сейф. Этот сейф я взял. Открыл, да. Так, это всё понятно. А вот это? И это. Так, ключ от туалета в убежище мэра Бостона. Мэра Бостона. Туалета. Тут мэр Бостона что лежал? Обалденно. Слушайте, ну вот это вот прикольно. Ключик. Ключик это круто. Только где этот туалет мэра Бостона? Так, хорошо. В общем, тогда сделаем такую штуку. Давайте, наверное... Я как раз сейчас свалю опять вещички. В это хранилище. Так, что у нас тут? Да не то. Вот это. Да, полно хлама, конечно. Да, мне нужно приготовить ещё кучу еды, видимо. Здесь как раз можно поготовить. И надо этим воспользоваться. Так, ещё у нас из оружия. Тесак. Снайперский карабин, конечно, прикольно. Да, здесь я бы хотел приготовить ещё еды себе. Слушайте, ну... Целая серия ушла на то, чтобы зачистить этот несчастный посёлок, конечно. Это, надо сказать... Такая серьёзная вещь была. Да, с едой у меня вроде действительно. Теперь всё в порядке. Кстати, прилично так можно опыта, конечно, набить на этой готовке. Вроде бы ерунда какая-то. А при этом всё равно работает. Так, ну что же. Здесь остаётся мне, наверное, только закончить. Потому что уже поздно. Я думаю, надо просто поспать. И продолжить уже в следующей серии. Ведь здесь, ну скажем так, темно. Не очень так комфортно это всё осматривать. В принципе, я, наверное, вот что сделаю. Чтобы никого не утруждать просмотром перетаскивания вещей. Я просто возьму, наверное, и всё это перенесу в... Теплице Грин Топ. Вот. За кадром. И там мы уже с вами и встретимся. Теплица Грин Топ. Да. А я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за то, что посмотрели эту серию. Это был Fallout 4 в режиме выживания. С вами был Григорий на канале Гринни Плей. Заходите, ещё будет интересно. До новых встреч. Пока.